В столице завершается строительство жилого дома по улице Урожайная. Этот дом считался долгостроем. Первоначально застройщик с задачей не справился. Дольщики остались ни с чем. После этого заказчикам определили городское управление капитального строительства. А прежний проект подвергся корректировке. На данный момент на блок-секциях двух подъездов завершена работа по монтажу каркаса, ограждающих конструкции. Ведутся отделочные работы и завершаются работы по благоустройству. Другие долгострои в столице республики тоже близки к сдаче. Дошкольникам детские сады, школьникам, студентам и взрослым, тренажерные залы и бассейны. Срезу ряд социально значимых объектов распахнут свои двери в канун нового 2014 года. Сроки сдачи этого детского садика по улице Гладкова сдвигались не раз. Многие дошколята, живущие в этом районе, так и не дождались его открытия. Ситуация изменится уже в этом году, обещают столичные власти, ссылаясь на подрядчика. Эта комната уже практически готова, да? Да, эта комната готова. Два раза покрасили? Два раза покрасили, там осталось наличники, сейчас осталось светильники повесить, шторы. И плитуса. И плитуса, да. 80% готовность. 80% да. 140 человек работают на объекте в две смены и без выходных. Специальная комиссия приедет сюда еще раз 20 декабря. Тогда и определится срок сдачи долгожданного детского сада. Но даже к концу года, предупреждают строители, не все работы удастся завершить. Есть те работы, которые сегодня сделать на улице невозможно. И это будет сделано некачественно. Есть часть работы, которые он решает, но это временное решение. И в любом случае их придется корректировать. Даже дорогу здесь проложили, она временная. Потому что ее клали, во-первых, была грязь, да, и когда щебень укладывали, асфальт укладывали, он уложен с браком. Но тем не менее, мы решили запустить детский сад, чтобы дети пошли и у родителей не было проблем. К слову, здесь готовы принять три сотни детишек. Откроются 13 групп постоянного и две группы временного пребывания малышей. Чтобы приблизить долгожданное открытие, многие родители готовы каждый день приходить и помогать строителям. И родители, конечно же, с удовольствием приходят и помогают нам в организации уборки, в других каких-то моментах организационных. То есть родители готовы всегда прийти на помощь. Еще один Чебоксарский детский сад на 100 мест в декабре распахнет свои двери. Дошкольное учреждение встроено в многоквартирный жилой дом позиции 9 в микрорайоне Университетский 2. Это уже второй подобный детский сад в столице Чувашии. Мне кажется, если сюда будут водить своих детей жильцы вот этого дома, а дом довольно-таки не маленький, здесь 15 подъездов, почти полтысячи квартир, да, сколько детей, а здесь всего-то на 100 мест. То я думаю, все удобства они как бы сами себя говорят. Он будет муниципальный, значит, администрация города про его интерес сейчас изучает вопрос. Во встроенном детсаду практически все готово. Осталось завести мебель и оборудование, повесить занавески, купить игрушки. То есть здесь в зале осталось, по сути, только пол зелы, да? Только пол положить. Полы и щиты поставить. Взрослое население столицы без приятных сюрпризов тоже не оставят. Если строители уложатся в срок, то в дни новогодних каникул заработает фок на стадионе «Спартак». К услугам гаражан тренажерные залы, зал для волейбола, баскетбола и аэробики, два бассейна. Здесь одновременно смогут заниматься 150 человек. Новогодние каникулы чебоксарцы могут провести там. Галина Титарчук, Сергей Рябчиков, Республика.